сегодня я расскажу сколько это стоит побеждать и попробую найти ответ на другой не менее важный вопрос а стоит ли вообще побеждать не только в спорте а вообще по жизни за каждой спортивной победы стоять дни месяцы и годы тренировок ты как расплавленный металл в кузнице просто делаешь из себя айронмена но это как говорится только верхушка айсберга моей первой наградой была банка сгущенки так тренер решил пробудить в нас маленьких мальчишках любовь к соревнованиям и чтобы получить ее нужно было быстрее всех залезть на дерево тогда эта победа стоила мне пары царапин но за последние 20 лет это банка сгущенки сильно выросла в цене и с другой стороны она же превратилась в олимпийское золото я переехал в москву когда мне было 14 лет до этого я жил и тренировался в городе екатеринбурге это большой но бесконечно далекий от столичных перспектив город я был 14-летним львом я собирался победить всех и вся я думал что теперь от первой серьезной и желательно какой-нибудь международной медали меня отделяет несколько месяцев тренировок и условно говоря 500 метров на самом заезде думаю вы догадались как я ошибался меня посадили в старую лодку развалюху просто дали весло каким в екатеринбурге отпугивали ворон все-таки приличные ребята такими точно не гребли и сказали что чтобы пересесть в хорошую лодку мне надо грести показывать хороший результат быть сильнее и быстрее всех не ради медали не ради ступеньки на педестале ради лодки это как если бы тебе надо было бы заработать на мерседес работая таксистом на жигулях но это уже не банка сгущенки ставки выросли поэтому я греб наверное сейчас по закону жанра я должен рассказать как пересел наконец-то в нормальную лодку и на меня посыпался дождь из золотых медалей но дело в том что до самой олимпиады в лондоне у меня не было каких-то феерических побед и я хотел уйти из порта я был готов к этому я оглядывался на свою карьеру и не видел там успеха у меня перед глазами бежала ретроспектива вот я переезжаю в москву вот перехожу из-за юношеской сборной в молодежную вот я снова и снова оказываюсь на каком угодно месте только не на первом и представьте что вам надо перетаскать с места на место огромную кучу камней вы делаете это отдаете этому занятию занятию всего себя у вас даже появилась своя система перетаскивания этих булыжников но гора меньше не становится как будто кто-то с другой стороны подкладывает в нее еще камней и до олимпиады оставалось три года мне надо было что-то делать со своей жизнью разобраться уже наконец-то с этой кучи булыжников и я решил что я больше не буду надрываться и таскать их с места на место я построю из них дом когда я оглядывался назад я видел чем я занимался все эти годы я просто был зациклен на успехе без цели я хотел побеждать я мечтал о медалях но я не понимал зачем мне это нужно я просто мчался туда как бык за красной тряпкой потому что я смотрел по сторонам я видел людей которые получали за призовые места неплохие деньги я хотел так же я хотел чтобы все видели как я красуюсь на ступеньках пьедестала но я не понимал зачем именно мне юрию постригай это нужно я как будто пытался влезть в чужие брюки и удивлялся почему же они мне не в пору вот так почти перед самой олимпиадой я столкнулся с выбором или уйти или разобраться со своей мотивацией и со своим отношением к спорту и вы знаете далеко не сразу не за один день но я понял почему я нахожусь именно здесь я стал по-другому относиться к тренировкам я стал получать удовольствие от процесса я стал воспринимать желанную победу не как панацею от всего а как вознаграждение за то что я достойно делаю свое дело я перестал гнаться за медалями как бешеный и вот тогда я научился быть победителем вы знаете быть победителем это вообще дорогое удовольствие очень трудно стоять на своем когда вокруг постоянно фонит радио под названием общественное мнение сотни голосов людей которые всегда знают как тебе жить мне кажется каждый спортсмен сталкивался с многоуровневой критикой и серьезно в такие моменты ты чувствуешь себя крошечным давидом перед огромным голиафом и все вокруг знают как тебе махать веслом как крутить тройной тулуп как прыгать с вышки или вести мяч по полю абсолютно все некоторые настолько хорошо разбираются в твоей жизни что вообще уверены что тебе не место в большом спорте что ты создан для другого например ходить по подиуму или вытачивать детали на станке ну просто ты об этом не догадываешься пока не встретишь этих голиафов на своем пути окей ребята где же вы были раньше я бы тогда не мучился полгода на той самой развалюхи мне кажется просто людям кажется что спортсмены это какие-то железные люди айронмены но поверьте даже двухметровые скалы из баскетболистов внутри напоминают мягких плюшевых медвежат спорт это среда с запредельным градусом конкуренции и здесь тебе разрешается выпустить наружу только одного медведя знаете какого разъяренного и нацеленного на победу и да именно поэтому тебя все будут критиковать надо быть к этому готовым надо быть давидом который не побоится выйти на спарринг с трехметровым великаном иногда твоим главным критиком будет твой тренер да он будет работать по методу кнута и пряника это нормальная история но только кнута в его подходе будет 85 процентов на пряник останутся жалкие 15 процентов и ты их увидишь только в случае какой-то победы ты будешь говорить ему тренер ну похвалите меня вы что-нибудь слышали вообще о поговорке доброе слово и кошки приятно или может вам знакомо выражение доброе слово лечит а злое калечит нет а он тебе говорит ну сегодня ты был на троечку ты греб на троечку конечно слышать такое тяжело но повторюсь это одна из валют которую которой ты платишь за победу а еще есть победы которые стоят запредельно дорого знаете по статистике минздрава 98 победителей 100 вместе с медалями получают тяжелейшие травмы они рвут мышцы ломают кости в нескольких местах то есть в 20 лет они стоят на пороге инфаркта история спорта она знает вагоны случаев когда на груди у спортсмена красовалась красивая медаль а где-нибудь в колене у него скрипела металлическая пластина просто потому что его собственные кости стерлись в порошок звучит как какой-то сценарий из фильма ужасов не правда ли как ни странно где-то в этой точке пересекаются бизнес и спорт эти две сферы роднит не только высокой конкуренции но и вот такие моменты когда спортсмен выходит на соревнования после травмы или даже с активной травмой бывает и такое он ведет себя как инвестор у тебя есть задача прийти к определенному результат и ты точно знаешь сколько сил на это нужно потратить но вот откуда ты возьмешь эти силы и как распределишь нагрузку вот это хороший вопрос у меня букет травм от локтя до позвоночника и я очень хорошо знаю эти ощущения когда ты четко понимаешь на какие мышцы ты не можешь рассчитывать вообще никак не можешь на них положиться а каким сегодня придется поработать за троих в голове у тебя в этот момент целая совещательная комната работает потому что надо во первых грести во вторых грести лучше всех и в третьих не приумножить в процессе свои травмы спросите меня в такую минуту сколько стоит твоя победа и я отвечу что стоит она три укола с обезболивающим вы знаете спортсмены умеют восстанавливаться этот супер навык его никак не отнимешь даже если они отдают за победу абсолютно все что у них есть остаются на мели они все равно идут в бой через боль слезы и уколы в такие моменты твоя победа уже в том что ты встал и пришел на тренировку вы знаете иногда твоя победа в том чтобы уснуть пока под окном мяукает павлин а завтра финальный олимпийский заезд но павлину все равно а тебе необходимо спать восстанавливаться набираться сил чтобы завтра иметь силы подняться на заветный пьедестал у нас было такое в лондоне на олимпийских играх но за 20 лет в спорте я научился отдыхать как бог серьезно в библии описано как иисус из иудеи шел в галилею он шел в компании своих учеников и на пути у них стал город самария ученики хотели обойти этот город потому что у них самаритянами был конфликт интересов но иисус остановился потому что он устал он утрудился во время пути он долго шел и я думаю что с дорогами там все было не очень хорошо как из ортопедической обуви которые мы можем иметь сейчас иисус нуждался в отдыхе восстановление сил и что же говорит нам библия про отдых христа вы не поверите но чтобы отдохнуть иисус не отправился ближайшую таверну чтобы опрокинуть там стаканчик другой и он не достал гаджет чтобы погонять там шарики и поиграть в тетрис нет иисус отдыхал он не нагружал заново свой мозг и тело а отдыхал вы знаете у меня ушло 20 лет на то чтобы научиться отдыхать поэтому со стороны моя жизнь может показаться не такой уж и веселой в основном я грибу а если не грибу то сплю и отказ от занятий которые лишь ненадолго дают тебе дозу веселья а на самом деле высасывают из тебя драгоценные силы это тоже часть того огромного счета за победу ну ладно согласен здоровый сон не такая уж и дорогая цена но теперь представьте как как устроена жизнь спортсмена с 15 лет я 21 день в месяц провожу на сборах это круто когда ты молод одинок когда тебя поддерживают родители и ты ни о чем особо не заботясь после каждых сборов возвращаешься к маминому борщу но все меняется когда ты взрослеешь у тебя появляется своя семья и вот уже твой ребенок научился говорить твоя жена из прекрасной возлюбленной превращается в квадратик фейстайме а ты все гребешь и гребешь и так 21 день в месяц на самом деле пожертвовать семье очень нелегко просто задумайте сейчас буквально на секунду даже если вы не спортсмен и вам не надо рвать жилы на ближайшей олимпиаде просто вспомните как складывалась ваша жизнь до этого семья это самая ходовая разменная монета и именно семьей мы жертвуем когда надо покорить очередной олимп нам кажется что в этом нет ничего такого что это всем во благо а на деле оказывается что ты побеждаешь за счет своей семьи за счет детства своих детей и за счет отношений со своей супругой за счет времени который ты мог посвятить своим родителям знаете с тех пор как я стал отцом я всегда привожу семью к себе на сборы это дорого это сложно это вообще не добавляет тебе очков в глазах тренера и других спортсменов это заставляет тебя концентрироваться еще больше и еще крепче сжимать весло и гнать свою байдарку к финишу знаете однажды великого скульптора микеланджело спросили а как у него получаются такие прекрасные статуи и микеланджело сказал мол я просто беру камень и отсекаю все лишнее когда ты спортсмен когда побеждать это твоя работа ты тоже немного микеланджело тебе тоже нужно отсечь все то лишнее что мешает тебе прийти к финишу первым то что ты отсечешь и будет ценой твоей победы у кого-то это обычная жизнь с развлечениями у кого-то семья кто-то жертвует здоровьем но эта цена всегда велика а теперь представьте себе а что если ты платишь такую дикую цену за то что на самом деле тебе и не было нужно что на самом деле было не твоим просто тебе хотелось успеха хотелось пойти по чужому сценарию хотелось быть как кто-то вы знаете до олимпиады в лондоне мне всегда хотелось быть как кто-то когда я в 18 лет перешел в молодежную сборную и увидел там парней на 6 лет старше меня мне очень хотелось быть таким же крутым таким же успешным я упорно не замечал разницу между ними и собой и знаете когда все изменилось когда я понял что я не похож ни на кого из спортсменов я это я я юрий постригай да я борюсь за те же самые медали что и все спортсмены но я точно знаю что больше всего на свете я хочу не успешного успеха как в 18 лет нет я просто хочу достойно выкладываясь на все 100 пройти свою дистанцию и я сейчас не только про 500 метров на воде вообще про жизнь в целом я уверен и вы тоже мечтаете о победах в какой-то своей сфере но у меня есть к вам небольшая просьба остановитесь на пару минут и проведите ревизию внутри себя и попробуйте честно ответить на вопрос а вам нужен этот успех откуда он взялся в ваших фантазиях может быть вам вообще в другую сторону а может быть вы на правильном пути но тогда постарайтесь не зацикливаться на результате а прочувствуйте этот кайф когда вы на своем месте и вы знаете мне кажется что именно тогда в вас тоже родится тот самый победитель